Девушки отдыхают Ну а пока анонс Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают А сегодня в США и Канаде отмечают день сурка Именно по этому интересному поводу мой коллега Антон Дубицкий решил поинтересоваться и так сказать узнать у красноярцев что это за день такой Давайте посмотрим что они отвечали Там по-моему по сурку если он выходит из норки и видит свою тень и все равно выходит то получается весна наступит скоро А если нет то не ждать скоро весны День сурка Честно первый раз слышу Вспоминая фильм по-моему выпускают сурка глядят на его реакцию и по-моему предсказывают прогноз Нет не знаю А что делать в этот день? Не знаю Какой бы тебе хотелось видеть праздник в России? Такой какой-нибудь оригинальный допустим может быть день спаниеля Кто спаниель? Кто такой спаниель простите? С котами что-нибудь? Нет не хочу День панды День медведя День белочки Будем также доставать всех белок из норки И по количеству их орех определять насколько длинно будет зима Может быть день маленькой карманной собачки Девушки обрадуются Схема утверждена Речь о втором выезде с ТРЦ июнь В конце прошлого года чиновники решили убрать знаки одностороннего движения на выезде с парковки торгового центра и открыть еще один проезд Напомним, что до этого автомобили могли выехать только от ТРЦ на светофоре в районе улицы авиаторов Один выезд был недостаточен Вечные пробки на этом участке и власти решили принять новую схему движения в тестовом режиме Как показала практика, дорожная ситуация улучшилась и второй выезд с парковки июня решено сделать постоянным А сегодня в центре города столкнулись два легковых автомобиля Об этом ДТП и не только расскажем в проекте «Дорожные войны» из Красноярска Видео с перекрестка Керенского-Копылова который не прощает автолюбителям ошибок при левом повороте А ошибки в этом месте водители допускают часто Рулевой черного внедорожника с Керенского уходил в сторону Копылова когда не пропустил седан Автолюбителя на седане ударом откинуло на островок безопасности и он чуть было не влетел в еще одну иномарку А это видео от одного из наших телезрителей Подобные выходки со стороны автолюбителей и приводят к авариям Перед автором ролика выезжает черная приора Причем ее водитель вывернул на встречную полосу Из-за этого автору ролика самому пришлось выехать на встречку Благо обошлось без ДТП Действие на этом видео берет свое начало на улице Мичурина Водитель черной Тойоты впереди, надо полагать, куда-то торопился Пробуя найти лазейку, он начал перестраиваться то в один, то в другой ряд Но бесполезно В итоге спешащий рулевой настойчиво принимается подгонять паркетник Двигающийся в крайнем левом ряду Ну а затем и вовсе решает проучить медлительного автолюбителя Создав на дороге аварийную ситуацию Чем все закончилось, неизвестно Улица Воронова ДТП, которое произошло на минувшей неделе Водитель автомобиля РАВ-4 выезжал со двора и не уступил дорогу маршрутке Произошло столкновение, в результате аварии травмы получил ребенок, который находился в черной Тойоте В центре города сегодня столкнулись две иномарки Кроссовер и легкаушка Авария произошла на перекрестке 9 января и Карла Маркса В результате происшествия один из автомобилей вылетел с дороги и угодил в стену здания В аварии никто не пострадал По словам одного из участников ДТП он просто на повороте не заметил встречное авто Ну вот стечение обстоятельств такое получилось Это какая авария в вашей жизни? Первая Первая? Осталось какое у вас? Да лет 20 уже 69 автомобилистов под шофе Такой итог редный нетрезвый водитель, который за минувшие выходные провели полицейские в нашем городе Однако любители порулить под градусом стражи порядка ловили не только в Красноярске, но и в Девногорске Там только за один час на удочку инспекторов попалось 4 нетрезвых водителя Одни вели себя агрессивно и даже пытались скрыться от сотрудников Другие вовсе их повеселили, зарядившись внушительной порцией алкоголя Ты мне это, слышишь, что не рассказывай, это шапка МЧС Где вы употребляли-то? Что вы употребляли? Алкоголь Ну я ценю Не, ну а что ты, давай-давай так теперь уже Раз мы с тобой заодно Вот вы вот, мать, троим, ездите за рулем, застанье Вот вы даже своим детям на какой пример подаете? Согласен А вот эта женщина уверяла, что выпила всего две бутылки без алкогольного пива А почему алкотестер показал 0,56 промилле, с этим вопросом она будет разбираться в суде На женщину составили административный протокол, а автомобиль отправили на штрафстоянку Впрочем, домой пешком ушли и другие водители, которые попали в состоянии алкогольного опьянения Сотрудники ДПС, в свою очередь, напоминают Следующий рейд пройдет уже на этой неделе Так что, если выпили и захотелось поколесить по городу, гораздо разумнее будет вызвать такси, чем потом лишиться прав Я не поеду Кстати, бетонные блоки, которыми изначально оградили платные парковки, власти решили заменить на гранитные столбики Новое ограждение уже появилось на площади революции Путешествуют с выгодой для кошелька С сегодняшнего дня и по 6 февраля включительно у пассажиров есть возможность покататься на поезде, значительно сэкономив Например, можно воспользоваться тарифом выше-дешевле Здесь две верхние полки в купе в течение пяти дней отдадут с 40% скидкой Ну а если вы предпочитаете плацкар, то верхние полки в нем уже накануне подешевели на 15% Действовать эта акция будет до 19 февраля Все это согласно графику гибкого регулирования График гибкого регулирования это такая схема, такой график, который заранее придумывается, разрабатывается, размещается на сайте Вот в соответствии с ним разные периоды, скажем так, разный коэффициент Чуть подороже, чуть подешевле, чуть подороже, чуть подешевле Вот и пассажир может заранее планируя поездку посмотреть этот график гибкого регулирования Там на все, и на купе, и на плацкар, да, и допустим, ну что-то спланировать, какие-то свои поездки Их природа прогнала На набережной Енисея снесли все снежные скульптуры, которые в январе сделали участники фестиваля «Волшебный лед Сибири» Работы должны были радовать глаз горожан до конца февраля Но, увы, убрать их пришлось гораздо раньше Дело в том, что из-за теплой погоды фигуры стали таять и разрушаться Поэтому их было решено демонтировать Ну, а что касается ледовых фигур, они, как и прежде, все на своих местах Продолжайте любоваться Кстати, круглосуточно их охраняют полицейские от возможных хулиганов Совсем скоро мы будем отмечать самый красивый и романтичный праздник – День Святого Валентина Именно по этому замечательному поводу программа «Что случилось?» проводит фотоконкурс Если вы хотите поздравить свою половинку красиво и так, чтобы о вашей паре узнал весь город, тогда дерзайте Для этого участникам нужно вступить в нашу группу во Вконтакте, выложить фото вашей пары, после чего к снимку прикрепить вашу яркую историю любви Победителем станет самая искренняя и красивая лавстори Ваши снимки мы покажем в эфире программы «Что случилось?» Вот, например, на нашей доске почета уже красуются участники Тут может оказаться, друзья, и ваш снимок, поэтому дерзайте скорее За первое место, за самую замечательную романтическую любовную историю У нас будет сертификат в греческий ресторан «Ионидис» на двоих, на кругленькую сумму Можно будет поужинать при свечах, послушать хорошую музыку, вкусно покушать, подкрепить свои отношения, скажем так За второе место, на мой взгляд, еще более душевный подарок Это спа-массаж, савати-спа для пары, для двоих Еще более романтическая, томная атмосфера И за третье место, опять же, для пары, за одну из самых лучших любовных историй Фотосессия для двоих Красивая, специальная, подготовленная, в прекрасной атмосфере, с макияжем, с прическами Супер! Участвуйте в нашей конкурсе, добавляйтесь быстрее ВКонтакте Время подвести итоги розыгрыша, который мы объявили в выпуске 18.30 Сегодня отмечается День Сурка Традиционный народный праздник в Канаде и США Мы предлагали вам придумать аналогичный праздник Подарок обещали отдать тому, кто отнесется к заданию, на наш взгляд, максимально творчески Напомню, мы разыгрывали сертификат от службы доставки японской кухни краб-креветка номиналом 500 рублей Сейчас, кстати, у них действует акция Закажи ролл и получи такой же в подарок Все подробности по телефону, который сейчас на экране Итак, сегодня, на наш взгляд, победила Лиза Корнеева с ее безграничной фантазией А еще мы решили подарить кружку-непроливайку с пользователю с именем Ник Мавитон Его вариант нам очень-очень понравился, но озвучить его, к сожалению, мы не можем Кто не выиграл, не отчаивайтесь, мы дарим подарки каждый будний день Смотрите нас и получайте приятные презенты На этом у меня, к сожалению, все Любите и берегите друг друга Увидимся завтра Пока-пока В Минусинске переменная облачность минус 6 В Каннске переменная облачность минус 4 В Вачинске переменная облачность 5 градусов ниже нуля